Я этого не делаю, и я тогда начала откладывать, и это была вообще целая история. Первое я отложила, получив деньги в тумбочку. За неделю до зарплаты. Угадайте, что я сделала. Пошла в тумбочку, открыла, пять тысяч забрала и потратила, потому что они мне были вот так необходимы. Вот так вот просто необходимы. Я решила, что-то здесь не то, давай дальше изучать. Написали, уберите из дома физически, изымите деньги в другое место. Я такая говорю, мама, возьмите деньги, пять тысяч, заберите у меня их. Мама моя забрала деньги. За неделю до получения зарплаты. Где я была? Я говорю, мама, у вас деньги? Ну, мама, конечно, но твои деньги, на. Дальше было еще сложнее. Я такая думаю, подружке отдам, подружке отдавай пять тысяч рублей. Я говорю, не отдавай мне ни при каких условиях, не отдавай. Ребят, я за неделю до зарплаты прихожу куда? К подружке. Она на меня смотрит, говорит, ты говорила не отдавать. Я говорю, нет. Она говорит, ну да, вообще твои деньги, на. И после этого только я нашла один способ. Моя подруга играла на бирже и она покупала акции «Газпрома». Я уже из-за того, что мне нужно было выработать эту привычку, я приносила ей пять тысяч. Она на следующий же день покупала акции «Газпрома». А кто не знает, оттуда за один час там не вытащить деньги. То есть нужно, по крайней мере, там день-два. Но в то время нужно было два-три дня потратить, чтобы прийти там в кассу банка, получить деньги. И вот таким образом я начала копить. Представляете, насколько я вырабатывала себе эту привычку? Это не так просто. Если вы сможете это сделать с первого раза, с одного тренинга, вообще вам памятники надо поставить. Но вы ищите игру, понимаете? Вы ищите игру, что вам даст возможность это сделать. Поменяйте доходы с расходами местами. Там, я не знаю, отдайте там кому-нибудь деньги там. Ну, что угодно сделайте, но чтобы вы начали копить и откладывать. Итак, и я здесь вам хотела показать мотивирующий ролик. Тоже рекламный. Кем мне надо быть? И кем надо быть, вы мне скажете. Первое, что нам нужно сделать, просто посчитать свои деньги. А если точнее, то свои доходы, расходы и накопления. Сделав несложные расчеты, вы попадете в одну из пяти категорий. Первая категория – это зомби. Люди, у которых расходы превышают доходы, имеются потребительские кредиты, долги, займы и отсутствуют какие-либо инвестиции и накопления. Такие люди – зомби, потому что сами себе не принадлежат. Вторая категория – камикадзе. Люди, у которых расходы совпадают с доходами, имеются небольшие кредиты и отсутствуют накопления. Они камикадзе, потому что по жизни им приходится идти по острию бритвы. Один неверный шаг и… Правильно. Добро пожаловать в ряды зомби. Третья категория – маньяки. Маньяки – люди, у которых расходы не превышают доходов, нет задолженностей, но и нет накоплений. Они маньяки, потому что любые сэкономленные деньги сразу идут в расход. Доходы с каждым годом растут, а накопления и инвестиций нет. Таким людям не терпится потратить все до последней копейки. Если у них и есть план, то это план покупок, не более того. Но, одним словом, маньяки. Четвертая категория – черепахи. Люди, чьи доходы всегда превышают расходы. У них нет кредитов и, как вы можете догадаться, имеются накопления. Почему черепахи? Потому что дальше своего матраса или депозита в банке накопления этих людей не идут. Деньги должны работать, говорят черепахи, и начинают их закапывать в землю. Но вот что мы заметили. Любая черепаха ползет к своей финансовой стабильности быстрее, чем зомби, камикадзе и даже неугомонные маньяки. Но есть и еще одна категория – мудрецы. Люди, контролирующие свои финансы, позволяющие своим накоплениям развиваться и расти. Их деньги приводят за собой новые деньги, потому что они нашли к ним хороший подход. Кто вы? Зомби, камикадзе, маньяк, черепаха или же мудрец? Не так уж важно. Важно, кем вы решите стать после того, как сможете узнать о своих возможностях больше. Никогда не поздно начать что-либо в нашей жизни сначала. Тем более, если речь идет о таком важном и аспекте, как деньги. Ну что, мотивирующий мультик? Первое, что нам нужно сделать – просто посчитать свои деньги. Определили? Нет. Я хочу сказать, что даже если вы определили первые три типа… Все мудрецы? Нет, маньяки. Маньяки? Добро пожаловать. Я тоже маньяк, если я не отложу… Вот если я не унесла деньги в банк в момент получения денег, то я маньяк. Все, я однозначно маньяк. То есть работают привычки, ты все время находишь. Как одна женщина, я проводила тренинг у учителей в школе. И она говорит, слушайте, если я отложила хотя бы тысячу рублей, обязательно что-нибудь случается, чтобы эту тысячу рублей, понимаете, нужно было потратить. Так вот, я хочу вас предупредить. На вас там сверху смотрят и оценивают ваше поведение. И если вы только один раз продемонстрировали, что я один раз отложила, например, деньги, на вас так смотрят, ну-ну, докажи, докажи. И если ты не доказываешь, да, то есть тебе дают такое испытание, мини-испытание, например. Раз, что-то такое случилось. Оно может быть незначимое, но эти деньги срочно нужны, понимаете. Или как у меня есть девочки, которые говорят, ну, Наталья Владимировна, ну что мы можем сделать? Раз продажа 70% в любимом магазине, ну что мы можем сделать? Сапоги, которые стоили 100 тысяч, сейчас стоят 30. Ну как мы можем их не купить? Вот расскажите нам, как. Поэтому нужно все-таки найти способы, да. Маньяки, кстати, это неплохо. Это уже третий, да, уровень, вы видели, да. То есть есть хуже. Маньяки, это уже неплохо. То есть остается сделать, только завести вот эту копилку, да, которую постоянно пополнять. А если вот надо деньги на что-то типа там, здоровье, здоровье у тебя сейчас в потрате. Если там не хватает. Вот если там не хватает, дальше смотришь по ситуации. Я предпочитаю, вот хороший вопрос задает Женя. Женя, хороший вопрос задает Женя. Вот я, например, если у меня деньги отложены, я не приклад на инвестиции, да, для меня их просто нет. И если что-то действительно важное происходит в моей жизни, я иду в ходы того, что я занимаю деньги. Но все, их нет, я про них забыла. Иначе всегда, ну вот с моими привычками, с моей финансовой программой всегда найдется что-то срочное, важное. И откуда нужно именно оттуда будет взять деньги. Вы не поверите, у меня даже иногда такие случаи бывают, например, что я иду, и мне вот срочно нужно там найти 20 тысяч. И я знаю, что эти 20 тысяч, они лежат, вот, что я их еще не донесла до банка. И я начинаю просто смеяться, да. Я иду, например, занимаю эти 20 тысяч, и тут же ситуация разруливается таким образом, что мне эти деньги возвращаются, но те деньги я доношу до банка. То есть в ходе того, что так. И дальше еще всегда будут, ну, как сказать так, вы придумайте сами свою игру, вот сами для себя. Понятно, что если у тебя что-то случилось с родным и близким человеком, ты пойдешь и все это снимешь, и продашь недвижимость, которая у тебя есть, понимаешь, это понятно. Я сейчас говорю в разумных, как бы, то есть не крайние случаи мы рассматриваем, да. Понятно, что мы всегда для родных и близких сделаем все, и даже не то, что там инвестиции заберем, да, и квартиру продадим, в которой живем. Понятно? Поэтому, ну, здесь нужно. Так, и четвертая копилка мы уже заканчиваем, потому что время у нас подходит к концу. Копилка, поделись, помоги другим. Кто знает, для чего эта копилка нужна? Благотворительность, да. Благотворительность от двух слов. Благотворить. И, пожалуйста, куда бы мы, каким бы источником ни обращались, в Библии, да, 10%, это благотворительность. Благотворительность сейчас уже трактуется шире, то есть не так, что ты помогаешь там бедным, обездоленным. Конечно, это нужно делать, да, но сейчас очень хорошо практикуется проектное финансирование, то есть благотворительность. Когда вы поддерживаете какой-то проект, вот буквально там перед отъездом, например, Академия финансового моделирования стала спонсором национального проекта «Россия читает и говорит по-русски», где проводится российский такой национальный проект, где людям показывается красота русского языка вообще, в принципе, да, вообще в принципе, вот так вот, русского языка. Без спонсора это благотворительность. Я без, да, спонсор это тоже благотворительность. То есть не совсем ведь это безвозвездно, реклама какая-то от этого тоже идет. Нет, может быть это реклама, но это уже добрая воля, понимаешь, меня могли напечатать, а могли и не напечатать вот здесь Академию, то есть я не просила, например, то есть я деньги отдавала именно на проект, допустим, да, то есть если ты идешь и, например, вкладываешь как рекламу, тогда для тебя это реклама, для тебя это неблаготворительность. То есть когда ты делаешь что-то просто так, отдаешь за это деньги, тогда это могут войти. А можно просто, например, инвестируй свое время, то есть то время, которое мог бы заработать, допустим, я проводил тренинг, например, вкладывая помощь, почему она, особенно, когда ждет две задачи, там может быть рекламная какая-то составляющая, то же время, когда вы не снизмима, эти деньги дают просто существовать, то есть они все проекты, какие-то решения. Да, если вы понимаете, то есть, нет, тут был вопрос какой-то. Мы не только не ради. Да, если ты не делаешь это ради. Да, если ты не делаешь это ради рекламы, тогда это благотворительность, я согласна, а бонус это вот реклама, например. И ваше свободное время, например, учителей я провожу без планы на ренинге, да, это тоже для меня, как пункт, ну, такой благотворительность, потому что я понимаю, сколько стоит мое время, сколько ко мне удачу, поэтому для вас это тоже благотворительность. У нас еще добровольчество не сильно развито, да, а вот в Америке, например, кстати, вот, богатые люди детей заставляют отрабатывать часы в благотворительных компаниях, то есть когда на добровольческой основе ухаживают за людьми и там и так далее, то есть вот. А сейчас у нас, кстати, в школах очень просто, у меня, например, у ребенка есть копилка там благотворительности, там акция сухая хопа, например, да, взял деньги, пошел, памперсов купил, унес. То есть сейчас в школах, по-моему, постоянно, у нас в Новосибирске у нас всякие благотворительные акции, ярмарки организованы. Так, дорогие мои, в общем-то и все. Да, в процентном соотношении. Сейчас я вам покажу заключительный, чтобы подвести итоги, мультик рекламный. И для вас я поддерживаю акцию сегодня «Подарок просто так». И у вас еще будут в презентации, всем, кто оставит мне свои адреса, чтобы я выслала вам информацию, это законы богатства Джона Рокфеллера. Спасибо вам за внимание. Я вам сейчас быстренько расскажу, что вы получите вот в таких вот коробочках. Это будет умная копилка. Это детям, дети все получат. Сказку получите, сказка о пшенице, это на возраст 6 лет. Но взрослые, пожалуйста, кому-то останется, читайте тоже, потому что у меня очень хорошие отзывы о копилке именно от взрослых. Дальше здесь будет инструкция, как пользоваться умной копилкой. То есть что вам нужно будет сделать, если вы будете с детьми заниматься? Вам нужно установить пропорцию. Подходим к самому интересному. Пропорции. То есть копилка сохранить. От 10 до 20%. Вот я пишу здесь желательный минимум. Отложить. В зависимости от вашей мечты. Понимаете? Ну, я не могу вам сейчас сказать процент, потому что взрослые, для того, чтобы составить эту пропорцию, я вам лучше оставьте адреса, напишите 8 конвертов. Я вам вышлю видео с этим уроком. Потому что вы сначала, перед тем, как составить 8 конвертов, вы вот эти свои карты желаний трансформируете в карты целей на 20 лет. Понимаете? То есть какие у вас цели? И там по всем вы идете направлением жизни, начиная от карьеры, обучения и заканчивая там дом, машина. Мужчины там шубу жене не забывают всегда писать. У меня мужчины хорошие. Только жены потом спорят. Они планируют раз в 10 лет шубу жене, а жены говорят, что раз в 10 лет мало. Нужно раз в 5 лет. Вот так вот. Вот и кто у меня ходит на семейные. Дальше, значит, у вас будут даны пропорции вот здесь вот. Так, это у меня книга у меня. На учебнике. Он не называется даже учебник, а называется на учебник, чтобы научить вас правильно распоряжаться деньгами. И здесь очень много разных заданий нужно решить. И здесь главный у вас персонаж будет Глюша-умнюша. Это прапраправнучка Джона Рокфеллера, самого богатого человека в мире. У него была умная копилка первая. И вот это его прапраправнучка. И она учит вас здесь распоряжаться деньгами. Здесь будут волшебные истории об, как скажем там, об инопланетянах, которые прилетели на нашу Землю. И из-за их задачи было стать счастливыми и богатыми. И как они, используя принципы разные, в том числе принцип черепахи. И, кстати, они попались. Они тоже первые три уровня прошли. И не заработали денег на нашей Земле. Вот. Дальше, значит, инструкцию сказала, сказку сказала. И умную книгу доходов и расходов я вам сказала. То есть тут по копилкам будете расписывать. Теперь возвращаемся к 100 центам. Отложи еще раз, зависит от мечты. Если вы купите на компьютер, сколько вы готовы будете откладывать с каждой тысячи? 10 процентов. На компьютер? Когда ты накопишь на компьютер? Не знаю. Я откладывала на компьютер. Ты чего, накопил? Да. За 40 тысяч. На 40 тысяч? Да. С 10 процентов. Складывала, уходи. Да через сколько через тебя денег проходит? Ну-ка. А расскажи нам. 40 тысяч, а ты что взял? 40. Ну, это 10 процентов. Давайте вот так вот я скажу. Смотрите. Здесь минимум 10, лучше всего 20. Видите, уже все падает. Поделись. Пожалуйста, стремитесь к 10. Пожалуйста, стремитесь к 10. Ну, не получается. Ну, хотя бы начните с 2 процентов, ладно? 5. 5, да. От 2 до 10 процентов. А если больше? Если больше, ты молодец, но надо, чтобы не было перекосов. Чтобы... Ну, то есть есть люди, которые взрослые приходят и говорят, я все раздаю. Понимаете? Я не живу, я все раздаю. Мне на жизнь денег не хватает. То есть должен быть баланс. Если ты больше, то ты молодец. Но тогда ты получаешь удовольствие от жизни, у тебя сохранника, пилка наполняется, и ты исполняешь свои мечты. То есть ты можешь отложить себе на что-то. Понятно? Тогда, если ты больше откладываешь, ты большой молодец. И дальше вопрос. Отложи и потрать. Вот по моему опыту, по моему опыту, если у вас зарплата до 100 тысяч рублей, потрать уходит минимум 40 процентов. Ну, как-то вот так вот. То есть у моих учеников не получается по-другому. Когда зарплата переваливает или доход больше 100 тысяч рублей, там может и 30 быть, и 20 процентов. Понимаете? Ну, то есть пока пишем 40 процентов. А что? Это задача повысить доход. Ну, и таким образом отложи. Зависит от ваших целей. Если цели у вас масштабные, вы хотите квартиру, машину и так далее, то вы смотрите. Вы составите 8 конвертов, там будет табличка, я вам видео вышлю, и вы сбалансируете, как вам надо, под вас, по то, что вы имеете. То есть вы забиваете там в табличку вашу зарплату, она вам делит по 8 конвертам, а вы смотрите, устраивает вас это распределение или нет, и настраиваете. Дети, если напишите адрес, я вам тоже вышлю. У вас есть умная копилка. Итак, смотрим заключительный мультик, и я вас отпускаю. А копилки раздал? Отложить, ну разделите вот сейчас по 40. Ну, я не знаю там, 40-40 и 10-10 сохрани. Вот так пока разделите. Итак, итог. Мысль первая. Мы думаем о деньгах по нескольку часов в день, но никогда специально не изучаем то, как ими управлять, как их использовать и приумножить. Наша позиция. Деньги, заработанные один раз, должны работать на нас всю жизнь. Она отличается от позиции большинства людей, но именно поэтому большинство людей никогда не смогут обрести свободу от денег. Мысль вторая. Через наши руки в течение жизни проходят миллионы. Не задумываясь об этом, мы пропускаем их, как песок, сквозь пальцы. Наша позиция. При умелом обращении каждый из нас может стать обеспеченным человеком. Позиция большинства. Мне никогда не суждено стать богатым. Так зачем же об этом думать, говорить или мечтать? Мысль третья. Многие не догадываются о силе денег. Многим неизвестны элементарные секреты создания капитала. Их немного. Они просты. Освоить их может каждый. Наша позиция. Знания о том, как приумножать деньги, должны передаваться нам с детства, дабы обеспечивать нас и защищать до самой старости. Позиция большинства нам напоминает повадки страуса. Меньше знаю, крепче сплю. Мысль четвертая. Миф о том, что инвестированием могут заниматься только опытные, специально образованные и богатые люди, мешает преуспевать жизни. Наша позиция. Инвестирование доступно для всех и каждого. Позиция большинства вполне возможна, но только не для меня. Мысль пятая. Тратьте с умом. Для создания капитала не обязательно менять привычный образ жизни. Нет необходимости экономить на своем здоровье и комфорте. Необходимо оптимизировать свои расходы и тратить с умом. Наша позиция. Мера должна быть во всем. Позиция большинства. Последнюю тысячу и ту с шифт. Мысль шестая. Создание капитала начинается с осознания того, как мы распоряжались деньгами рано. С определением целей с элементарного плана. Позиции инвесторов, теряющих деньги, давайте ввяжемся в бой, а там поглядим. Наша позиция. Прежде чем инвестировать, необходимо создать инвестиционный план, портфель и план ближайших инвестиций. Дима, прямо сейчас. Каждый день отдаляет нас от финансовой свободы и независимости. Каждый день сокращает размер будущего капитала. Позиция большинства. И я обязательно начну накапливать капитал с понедельника. Правда, с какого еще не решу. Итак, я вам сегодня... Мысль первая. Мысль первая. Мы думаем о деньгах. В заключение желаю, чтобы ваши копилки сохрани. Накопилось очень быстро, как можно больше денег. Копилки отложи. Накопились деньги на ваши желания, самые заветные. Копилки потрать. Хватало на все ваши необходимые расходы. Такая, чтобы волшебная была. Ну и пожалуйста, чтобы у вас было с кем поделиться и чем. Хорошо? Из копилки. Помоги другим и поделись. Я желаю вам удачи. И чтобы ваша финансовая составляющая жизни, она вот по такому графику росла. Нет, даже не по такому. Вот по такому. С сегодняшнего дня. Хорошо? Все, кто хочет сейчас... Пожалуйста, я раздам вам отзывы. Напишите, пожалуйста, ваши адреса. Напишите, кому нужны 8 конвертов. Вот здесь достаточно. Да, здесь просто... Вот будут такие темы вам интересны. Напишите 8 конвертов, чтобы я вам...